Друзья, всем привет! Давайте сегодня поговорим про яйца, перепелиные яйца. Точнее, это будет маленькая инструкция, как их вообще употреблять. Ну, для начала чуть водички вам в наступление добавлю про яйца. Значит, всем известно, что они полезные. Кто наверняка слышал, что они не более полезные, чем куриные, не верьте, врут. Они на самом деле полезнее. Если вы едите яйца, если вы их покупаете, либо сами выращиваете, вы молодец, потому что вы заботитесь о своем здоровье, о здоровье своих близких, своих детей в первую очередь. Японцы, насколько я знаю, вообще даже ребенка не посылают в школу, пока он перепелиное яйцо не съел. Не знаю, правда или байка, но вот, по-моему, прямо это правда. Так вот, перепелиное яйцо. Значит, вот такое яйцо. Оно в себе содержит, конечно, не всех, не по всем показателям, но некоторых витаминов и микроэлементов вот в таком маленьком яйце столько же, сколько в одном курином. Перепелиное яйцо 14-16 граммов в среднем. Плюс-минус бывает бывает, больше бывает меньше. Если мы говорим, что куриное яйцо 50-70 граммов, то есть по объему получается вместо одного куриного либо 4, либо 5 перепелиных. Но мы обычно, если вот Злата у нас готовит, она считает 5 перепелиных, это как бы одно куриное яйцо. Одно такое яйцо содержит примерно столько же, сколько одно куриное. То есть по этим параметрам, не буду вдаваться сейчас, это не самое интересное, значит, оно практически в 5 раз круче, да. Итак, теперь, собственно, инструкция по применению. Зачем это надо? Да за тем, что некоторые люди покупают и, пользуясь как куриным, ну потому что все говорят, употреблять можно так же, как куриный. То есть можно пить сырым, можно пить вареным, жареным, в выпечку добавлять, да, это все правда. Но когда покупают, сталкиваются с некоторыми трудностями, поэтому мы собрались записать этот ролик. То есть, отличается, кроме того, что оно мелкое, у него немного другая скорлупа, она очень тонкая, но подскоролупная оболочка очень прочная. И если мы соберем сейчас разбить, вся скорлупа побьется, от нее ничего не потечет, а все будет держаться на подскоролупной оболочке. Поэтому, либо нужно подцеплять эту оболочку, чтобы вскрыть яйцо, либо берем вот такие вот ножницы. Специальные ножницы можете купить на Алиэкспрессе, можете посмотреть в магазинах. Либо кто у нас покупает яйца, мы, как правило, либо поможем их приобрести, либо даже дарим. Немного теории, подальше будет практика. То есть, яйцо, как и куриное, имеет острый конец, тупой конец. Где тупой конец, здесь у нас есть воздушная камера. То есть, срезать нужно именно с тупого конца, потому что где воздушная камера, значит, у вас поменьше белка просто потеряется. Если вы с острого, у вас много белка потеряется. То есть, приставляем ножницы к тупому концу и срезаем. Сейчас покажем, как это в практике происходит. Всем привет, дорогие друзья! Итак, сегодня буду делать бисквит с использованием перепелиных яиц. Я уже делал неоднократно, получается абсолютно так же, как и на обычных куриных яйцах. Все те же правила. Итак, берем ножницы, вскрываем яйца и делаем бисквит. Итак, легким движением руки, щик-щик, раз, 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 быстро, просто. Никаких ковырений. Да, очень удобно. Главное, к тупому концу яйца. Дальше, сейчас мы пойдем сварим яйцо, и я покажу, как разделать вареное яйцо. Отсюда можешь показать. Яйца обычно в таких упаковочках и продаются, и мы тоже в таких продаем. Значит, берем в качестве образца несколько яиц, уходим в кастрюлю, заливаем водичкой. И включаем газ. Кстати, признак, если яйца утонули, то они свежие. Если яйца всплыли, то им уже некоторое время, уже разлучная камера увеличилась, и они начали плавать. Яйца закипели, газ я убавил. Три минуты, и будет вкрутую. Если только закипели, то это в смятку. Если надо вкрутую, то переплинные яйца достаточно три минутки, чтобы они покипели. Они же не куриные, они быстрее варятся. Все, три минуты прошло. Перекидываем в мойку и включаем в ледяную воду. Все, не пытается обошлили. Яйца остыли. Берем, стучим и прокатываем. Вот так вот. Искатали. И вот берем, зацепляем. И вот так аккуратненько, аккуратненько поддеваем. Стараемся, чтобы сразу не оторвалось все. Вот она пошла, 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 пошла. Главное начать. Дзик, готово. Обращаю внимание, яйца исключительно свежие. Это сегодня только снесли их. То есть не то, что говорят, вот там несколько дней полежат. Ну, куриные, да, я с этим согласен. Но, кстати говоря, и куриные, если мгновенно ледяную воду перекинуть, то они будут намного лучше чиститься, чем если им дать самостоятельно остыть. То есть вот так вот. Бам. Вот начало, бам. Поцепляем, поцепляем. Стараемся, чтобы она сразу не отрывалась у нас. Уголочка. Ну, отрывалась. Ну, ничего страшного. Ну, и дальше поехали. Вот так. Ясно? Все поняли? Теперь идем, покупаем у нас яйца и сами пробуем. Потом мне напишите. Получился или нет. Правильно говорю? Эй, эй. Правильно говорю? В общем, вот так. Все легко и просто. Ммм. Вкусно. Ням-ням. Во. Ну, вот. Таким образом. Все это делается просто. Просто надо знать как. У нас соседка покупала яйца. И потом молчит и молчит. Говорит, ты что яйца будешь не покупаешь? А она говорит, да я с ними замучилась. Сыры разбиваю. Они у меня не разбиваются. Я вся облилась. Ничего у меня не получается. Вареные сварила. Никак их не почищу. Чикаться с этой мелочью. Нет, нафиг не надо. Я объяснил, показал. Все. Встало нормально. Вот поэтому и ролик мы записали. На этом все. Всем пока. Ставьте лайки. А то вот я забыл про это. Иногда забываю. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.